В областном центре отметили праздник собора Иваново-Вознесенских святых. Он приурочен ко дню образования нашего региона, который отмечают 20 июня. В честь этого события по центральным улицам города прошел крестный ход. Крестный ход проследовал от Успенского кафедрального собора к храму Георгия Победоносца на Площади Победы. Вместе с прихожанами и священнослужителями в нем приняли участие первые лица города и области, руководители законодательных и исполнительных органов власти. Главным символом торжеств стала одна из великих святынь христианского мира – ковчег с гвоздем от Креста Господня. К нам прибыла великая всемирная православная христианская святыня. Гвоздь от животворящего древа Креста Господня. Один из тех четырех гвоздей, которым была пригвождена плоть Господа нашего Иисуса Христа ко Кресту. Гвоздь, который был непосредственным свидетелем страшных страданий и искупительного подвига нашего Спасителя. На площади Победы в финальной точке маршрута перед памятником Георгию Победоносцу был совершен праздничный молебен. Митрополит Иваново-Изнесенский и Вичугский Иосиф поздравил собравшихся и вручил высокие награды. В том числе патриаршие знаки материнства получили семьи, где пять и более детей. Нужно просто иметь веру в Бога, уповая на Его помощь, потому что мы на своем собственном опыте убедились. Чем больше детей Господь дает, тем больше дает и достатка, и благополучие семье. Это просто правило. С одним тяжело, с двумя тоже тяжело. А вот когда их много, они уже друг с другом, друг другу помогают. Митрополит Иосиф призывал равняться на многодетные семьи и улучшать демографию в стране. Я думаю, что и повышение пенсионного возраста связано именно с этой проблемой. У нас просто не хватает рабочей силы, и государство вынуждено было пойти на эту непопулярную меру. Виноваты мы все вместе. В завершении молебны прихожане смогли приложиться к ковчегу с гвоздем от Христа Господня в храме Георгия Победоносца. Вскоре святыня покинет наш город. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.